А далее про главных лицемеров путинского режима. Они рассказывают россиянам про гражданский долг, про необходимость идти воевать якобы для защиты Родины. При этом сами эти товарищи в любой момент могут сорваться и уехать роскошно жить за границу. У кого из элиты имущество на вражеском Западе хоть отбавляй. Показываем. В команде Владимира Путина одни лицемеры, лжецы и разжигатели войны. Но формально это разрешение есть. Они годами рассказывают россиянам сказки о загнивающем Западе, враждебном НАТО и выдуманных неонацистах. Мы избавим Украины от нечистей. Не мы портили отношения с этими странами. Их портили с нами. Украинские политики подогревали националистические настроения. И при этом молчат о своем миллиардном состоянии в Европе. Обманули дурачка на четыре кулачка. В этом материале мы покажем вам главных оборотней кремлевского террористического режима. Кто врет гражданам РФ прямо в глаза и не стыдится этого. Начнем мы с главной лицемерки российской политики Валентины Матвиенко. Во время полномасштабной войны России против Украины она во все горло убеждает, что главная цель так называемой спецоперации защитить границы РФ от вражеского Запада. Конечно же можно думать о каких-то сиюминутных своих проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной страны на мировой арене. И не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на наше месторождение. В провластных кабинетах она греется уже довольно давно. Матвиенко работала в правительстве, была губернатором Санкт-Петербурга, а сейчас глава Совета Федерации и член Совета Безопасности России. Старая чиновница очень близка к Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Именно ее имя стоит под разрешением Путина использовать армию РФ за рубежом. То есть она подписала документ, который предусматривал полномасштабное вторжение в Украину. Решение принято единогласно. Я вас благодарю. Матвиенко – настоящая икона коррупции и лицемерия путинского режима. В то время, как она отправляет молодых мужчин умирать на войне против Украины, ее семья ведет роскошную жизнь на деньги налогоплательщиков и скупает на них элитную недвижимость в Европе. Время пришло, откладывать нельзя. Так, в 170 километрах от Венеции, в небольшом итальянском городе Пизаро, расположена роскошная вилла с участком площадью 26 гектаров. И записана она на ее сына Сергея Матвиенко. Стоимость исторического поместья – около 10 миллионов евро. Италия нравится еще одному путинскому прихвостню – политологу Константину Костину. Именно он является автором предвыборных кампаний Владимира Путина. Позиция российских властей безупречна и последовательна. Пиарщик «Единой России» приобрел себе имение не где-нибудь в Таганроге, а в теплой Тоскане. В доме целых 12 комнат. Его окружают оливковый сад на 2 гектара. Поместье записано на жену Костина, Ольгу, и его стоимость оценивают в 1 миллион евро. Облюбовал европейские курорты еще один единоросс – депутат Госдумы Олег Морозов. Журналисты-расследователи нашли у него секретную виллу в Черногории. Дом на целых 300 квадратов, 100 из которых – это лофт мансарда. Во дворе можно позагорать возле бассейна и насладиться видом на зеленые горы. Большой плюс этой ситуации. Стоимость особняка Морозова – 300 тысяч евро. Для понимания, дом в стране НАТО купил человек, который не раз предлагал бомбить Киев, уехавшим россиянам выдавать статус нежелательных персон, похищать западных политиков и вывозить их насильно в Москву. Поедет какой-нибудь военный министр какой-нибудь НАТОвской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет, а проснется где-нибудь в Москве. Украден? Да. Алексей Чепа – депутат-единорос, который сидит в Госдуме уже 12 лет. Там он представляет обнищавшие регионы России – Волгоградскую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и Смоленскую области. Америке выгодно столкнуть два братских народа. А это испанский гектар Чепа, на котором расположен его шикарный дом с видом на Средиземное море. Рядом с виллой – частный теннисный корт, два бассейна и зона для принятия солнечных ванн. Цена такой усадьбы – 15 миллионов евро. Целый гольф-клуб и три виллы в Испании у зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Кроме этого, еще два роскошных дома Португалии и личный самолет. Активы-единороски в Европе оценивают в 50 миллионов евро. Наверное, это связано с тем, что я достаточно много лет работаю во власть. Вот такая в России богатая власть. Пока большинство граждан сводят концы с концами, чиновники и депутаты скупают на государственные деньги огромные дома и участки в странах так называемого вражеского НАТО. И за официальную зарплату депутата Госдумы, либо главы какого-то региона покупать многомиллионные машины, самолеты частные и недвижимости возможности абсолютно нет. Но при этом они умудряются покупать ее, причем в самых развитых странах, самой дорогой недвижимостью, к примеру. И понятное дело, что эти деньги имеют коррупционное похождение. Путинская команда думает только о себе и о своем обогащении за счет обычных людей. Терпеть этих кровожадных единороссов нельзя, ведь с ними целая страна и ее народ может забыть о перспективном и благополучном будущем. Субтитры создавал DimaTorzok